Добрый день! Если у вас в хозяйстве стоит рычажный или его еще называют флажковый смеситель, то иногда мы сталкиваемся с проблемой, что он начинает течь. Идти покупать новый это немножко затратно, ну и не наш метод, поэтому мы расскажем немножко о его внутреннем, и то из чего он состоит, и возможно вам станет легче его ремонтировать. Для того, чтобы отремонтировать, а как правило начинает протекать картридж по разным причинам, нужно сделать следующее. Ну понятно, что мне сейчас здесь намного легче, потому что я его снял, ну и могу держать в руке. Когда он находится на раковине, немножко сложнее, но тем не менее суть та же. То есть первое, что нам нужно сделать, это снять декоративную заглушечку. Так. Под ней находится шуруп. Как правило, для того, чтобы его снять, достаточно плоской отвертки, и мы его выкручиваем. Так, сейчас. Так. После того, как мы выкрутили шурупчик, снимаем верхнюю часть. Вот. Под верхней частью, вот здесь, он фиксирует вот эту вот, именно рычаг, ручку, которой мы управляем. Вот. Под ней находится декоративная насадка. И уже под ней круговая гайка. И там внутри находится вот такой вот картридж. Собственно говоря, 90% проблем, это именно с этим картриджем. Где-то забивается, где-то окалина попадает, где-то начинает протекать от старости под воздействием агрессивной нашей водички. Вот. Ну, сама по себе структура, вот видите, у меня протекал, то есть здесь что-то, 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 что-то. Вот пример окалины в водопроводных трубах. Вот. Собственно говоря, после того, как мы меняем картридж, единственное, что нужно четко понимать, куда мы ставим. То есть здесь есть два таких, два выступа, а тут есть два пазика. То есть, собственно говоря, получается, мы ставим на место и производим сборку в обратном порядке. Все. Собственно, система очень простая. Ну, уже разберем, посмотрим, как он выглядит. Система очень простая. И я думаю, что если вам придется делать ремонт, вы сами сможете сделать эти манипуляции без проблем. То есть, смотрим на пазы, ставим соответствующий картридж, сверху фиксируем его гайкой для надежности. Зафиксируем. Ну, и дальше, в обратном порядке, как и разбирали. Ну, и дальше фиксируем болтиком. Все. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.